Здравствуйте! Сегодня мы опять поговорим о пяти пунктах, о пяти новостях недели. Главных новостях, которые были главными в моей картине мира. И первая новость это новость про конференцию посланников Любавического Рэба, посланников Хабада, самой разветвленной несомненно еврейской организацией в мире, в Нью-Йорке, в Бруклине. Вы не ослышались. Конференция посланников Любавического Рэба в Нью-Йорке, в Бруклине. То есть мы поговорим о том, чего не было. Потому что в этом году впервые за десятилетия эта конференция не состоялась оффлайн, как, собственно, и очень многие другие важные события в нашей жизни не происходят. То, что касается Хабада, то это усугубляется тем, что для многих, в том числе для меня, это была единственная возможность увидеться с однокашниками, с друзьями раз в году. Для многих это единственная возможность увидеть еще одного хасида, еще одного религиозного еврея, потому что люди живут и работают от Камбоджи до Таиланда и так далее. Что же делать в такой ситуации? Понятно, уходить онлайн. Ну, все сейчас уходят онлайн, все уходят в виртуальное общение, но Хабад был бы не Хабадом, если бы он не поставил свой рекорд. Четыре дня продолжается конференция в Зуме, то есть в онлайн-режиме без остановки. Понятно, что не одни и те же люди, понятно, что на разных часовых поясах люди в разное время входят, но вот со субботы вечера, сразу после окончания субботы до, по крайней мере, вторника эта конференция продолжалась. Я не могу сказать, что я участвовал все четыре дня, но это было очень интересно. То есть люди говорят о вызовах, которые коронавирус принес в эту, несомненно, то, что называется, аутрич, организация, которая работает наружу, как с ними бороться. В общем, вот так вот мы должны всем рекордам наши горды дать имена. Вторая новость этой недели, это то, что происходит в Лейбор-партии, в Лейбористской партии в Великобритании. Если вы не знаете, господина Корбина, предыдущего главу этой партии, из нее изгнали за антисемитизм. Собственно, то, что послужило главной причиной, по мнению многих аналитиков, в проигрышу с треском Лейбористов на последних выборах. И Корбин ушел в отставку с поста главы партии. Его место занял Стармер. Стармер полностью перевернул весь дискурс. Он стал говорить о евреях, об Израиле совершенно в другим тоном, чем себе позволял Корбин и его сторонники. И Корбина из партии изгнали. После чего в партии его через неделю восстановили, что было уже дополнительным скандалом. Не изгоняли бы ладно. Но Стармер поступил совершенно замечательно. Он объявил, что партия решила, значит пусть Корбин будет в партии. Но в парламентской фракции Лейбористов его не будет. Стармер этого не допустит. И Стармер изгнал таким образом Корбина из Лейбористской фракции. В парламенте, что на мой взгляд показывает весь накал страстей. Причем все говорят исключительно об антисемитизме в качестве главной претензии к Корбину. И от этого легко перейти к американским делам, которые нас будут еще довольно долго беспокоить. Нас вообще беспокоят американские дела. Так уж случилось, что часто нас беспокоят меньше, чем местные дела. По той причине, что от американских дел мы часто зависим больше, чем от политического процесса в нашей стране. И уходящий Трамп, о нем мы уже говорили, оставляет массу вопросов его уход. Как будет себя вести администрация Байдена? Как будет себя вести демократическая партия? Поскольку есть все основания опасаться Израилю и евреям в разных совершенно их ипостасях, в разных областях. И тут как раз случайностей не бывает, я уверен. Выходят мемуары Барака Обамы, предыдущего демократического президента Соединенных Штатов Америки, в которых он совсем не лицеприятен тем, кто понимает сленг политиков, практически хамски пишет Абиби Нетаньяу. И в основном критикуют его с левых позиций, говоря, что Биби, ставив один ряд с Путиным, он называет их любопытными парнями, то есть такие ребята, на которых интересно поглядеть, как в зоопарке. Это такой человек, который решил, что он спаситель еврейского народа, и поэтому ему можно все. И вот он всячески продвигает правую платформу, которая Обаме совсем не близка. В общем, такая совсем неприкрытая критика. Я думаю, что это месседж, это послание Обамы, как очень влиятельного лидера демократов до сих пор. И я уверен, что такие мемуары не выходят без согласования с будущей администрацией Байдена, что внушает дополнительные опасения. А Байден, в свою очередь, в еврейской общине вызывает сдержанный оптимизм по, по-моему, совершенно абсурдному поводу. Вдруг все вспомнили, что все внуки Байдена евреи наполовину, потому что все дети Байдена женились на евреях. Ну, по моим наблюдениям, это вообще не новость. У всех кандидатов внуки хотя бы наполовину евреи были в последних выборах. И я думаю, что это скорее минус, чем плюс во всех наших ожиданиях, поскольку, ну и еврейские внуки Байдена, это внуки ассимилированных евреев, евреев, которые все дальше отдаляются от Израиля с его любопытным парнем Биби. В общем, я не вижу, как этот фактор может снимать наши опасения, к сожалению. Вот новость, которая, наверное, в отличие от предыдущих новостей, по крайней мере новости о делах британских и делах американских, не привлекла широкого внимания, католическая и протестантская церкви Германии совместно объявили о начале кампании борьбы с антисемитской ненавистью. Ну, вполне себе политкорректная европейская новость, ничего в ней нового бы не было, но меня она навела на одно приятное и удивительное воспоминание, которым я хочу с вами поделиться. Однажды мне пришлось участвовать в очень экзотическом для меня событии. В Кёльне, когда в Германии проходило заседание восьмерки, в которой тогда еще Россия была восьмеркой, восьмой, параллельно в Кёльне проходила встреча, как это всегда бывает во время заседания семерок-восьмерок, религиозных лидеров стран восьмерки. Меня пригласили в ней почему-то участвовать, это все было довольно скучно, одновременно что-то любопытно, но в рамках этого мероприятия был удивительный совершенно пункт программы. Дело в том, что в Кёльне раз в два года проходит съезд протестантской молодежи Германии, а раз в два года на следующий год съезд католической молодежи Германии. Это действительно очень религиозные и действительно молодые люди. И вот я оказался на стадионе, буквально на стадионе, где было около, наверное, 50 тысяч подростков, одинаково одетых, с неудивительно хорошо сохранившейся арийской внешностью. То есть, такое количество блондин в одном месте я не видел, пожалуй, больше никогда и нигде. И они там распевали псалмы, что, конечно, должно было как-то льстить моему еврейскому характеру. Вот все поют еврейскую книгу, ну, мы прекрасно понимаем, что со словами этой книги «На устах» евреев прекрасно убивали. Поэтому на каком-то этапе я устал. И когда более-менее официальная часть закончилась, я решил идти к себе в гостиницу. Вышел из своей вип-ложи, в которой сидели, значит, руководители религиозных организаций, и аккуратненько вышел на улицу и понял, как я ошибся. Ну, я не знаю, представьте ли, что такое, 50 тысяч молодых людей. Ну, допустим, пятая часть из них туда только подходила. И вот иду я, а я был одет по-парадному, потому что я представлял еврейскую общину, поэтому я был в шляпе, в черном сертуке, и я был таким абсолютно по цветовой гамме единственным. Навстречу мне идут одинаково одетые подростки. Белая майка, или красная майка, и белые шорты, или красные шорты. Вот что-то когда-то они были бело-красные. Абсолютно одинаковые. Все в одну сторону, а мне в другую сторону. И вот я иду в эту другую сторону, черным пятном, и тут я понимаю, что я вообще не знаю, как идти в мою гостиницу. И на каком-то этапе я понимаю, что потерялся в этой буквально волне моря людей. Тогда я подошел к какой-то девочке. Всегда приятнее обращаться к девушкам, потому что они добрее, как правило. А особенно в Германии, мне казалось, что они должны быть добрее. И с опаской на английском спросил, не знает ли она, где гостиница, по-моему, Хилтон. За одним числом хочу сказать, что они все были не местные, конечно. Они все приехали из всей Германии. И она не знает английский язык, поэтому она позвала своего знакомого, который, видимо, должен был знать английский язык. В общем, в результате вокруг меня собралось, ну, наверное, человек 30, которые вызвались меня провожать в эту гостиницу. Такой доброжелательности. Я думаю, что я разбираюсь не поддельной доброжелательности. Я не вызывал никогда и нигде, особенно у молодежи, то есть у изначально людей более опасных и агрессивных в силу ряда причин. Поэтому я склонен думать, что вот эта новость про кампанию борьбы с антисемитской ненавистью католической и протестантской церкви Германии, это не фигура лещи, это не толерантность на показ, а это действительно часть давней германской послевоенной позиции по раскаянию и по неповторению. И я думаю, что это достойно уважения и достойно, если не сдержанного оптимизма, то по крайней мере примеры для всех нас. Пятый пункт нашей программы книга года, книга недели, извините. Книга года, наверное, тоже одна из этих книг станет. Вот я держу в руках совершенно замечательную книгу и она вполне соотносится с предыдущей нашей новостью. Эта книга называется «Предворный еврей». «Предворный еврей» это не оскорбление, «Предворный еврей» это не фигура речи, это должность. «Хоф-Юде» так называлась должность еврея при немецких князьях. Немецкие князья в 17-18 веке активно пользовались услугами предприимчивых евреев, которые, пользуясь своими родственными связями с еврейскими банкирскими домами в разных странах, еврейскими промышленниками, привлекали инвестиции, как бы сейчас сказали, в эти маленькие или большие княжества и даже империю, потому что здесь говорится и о придворном евреи Фридриха. И, в общем, эта книга «Зельм и Штерн», которая рассказывает о придворных евреях при германских князьях, которая вышла в 1950 году, то есть, через пять лет после Холокоста. Она рассказывает о том, как эти люди, которых обычно принято считать какими-то авантюристами, алчными грабителями, на самом деле создали современную экономику и создали, по большому счету, современную Германию. И то, как это здесь на академическом уровне рассказывается, как это описывается, какой уровень не только предприимчивости, но и порядочности, потому что в этом кругу можно было обмануть один раз, второй раз никто с тобой уже дел не имел. Это совершенно, по-моему, революционно и для меня. Хотя книге 70 лет и новый взгляд на этих самых придворных евреев. Вот такие у нас сегодня новости. Шаббат шалом, лучабес, до следующей недели.